Председатель общественного комитета Зинаида Цыганова подала заявку на участие в конкурсе, так как не сомневалась, двор, в котором она живет, смело можно назвать самым чистым. За победу сразу в двух номинациях «Лучший подъезд» и «Лучший двор» женщина прежде всего благодарна местным жителям. Говорит, отсутствие мусора – их заслуга. Вы знаете, у нас маршал Жуков всегда чистый, кто у нас был. У нас очень хорошо, ответственно работают дворники. Чистота у нас и во дворе, и на детских площадках все ухоженные, и подъезд. В смотре конкурсе пять номинаций – «Лучшее предприятие», «Учреждение образования», «Двор», «Площадка» и «Лучший дворник». Несмотря на то, что желающих одержать победу было достаточно много, лидерами стали профессионалы в своем деле. У нас работала рабочая группа, которая по определенным критериям определяла победителей, номинантов и призывов. То есть тут все это было абсолютно прозрачно, с привлечением комитетов самоорганизации и населения. Жители железнодорожного района говорят, бутылки, обертки и прочий мусор теперь редко можно увидеть на улицах и во дворах. Уже чисто стало. Раньше были мусорки, конечно, забитые, а сейчас, вижу, очень красиво стало. Ну, я вижу, каждый день убирают. Вижу, значит, работа идет. Процентов на 20 стал чище, чем был раньше. На развитие Симферополя у местных властей огромные планы. Они уверены, если непростой переходный период удается проходить достойно, то в дальнейшем город тем более ожидает хорошей перспективы. Город Симферополь должен стать столицей нашей республики Крым. Не просто областным центром. Городской совет и депутаты, и члены исполкома, и районные советы нашего города, так сказать, делают очень много. Столица должна быть чистой, красивой и аккуратной. И тогда нам все скажут спасибо и жители, и приезжие, кто нам приезжает. Проведение конкурсов и подобных мероприятий – далеко не единственный способ облагородить Симферополь. Специальная программа «Чистый город» – яркий пример того, что власти прилагают максимум усилий, чтобы местные жители и гости крымской столицы могли наслаждаться чистотой и порядком. Дмитрий Попов, Лилия Ахтемова. Время новостей.